Инициатива снизу. Орловская походная группировка. Это группа единомышленников, готовая за счет всех желающих пополнить свои ряды. ОПГ, расшифровываем правильно, это орловчане-путешественники, собирающиеся сначала в интернете, чтобы обсудить орг-вопросы и маршрут. Потом они на электричках, пригородных автобусах и пешком открывают для себя Орловщину без всяких турагентств. И вот они на горе Самород, в сердце Мценска, где была когда-то крепость. Это члены группировки завели связи с амцентскими краеведами и музейщиками. Те встретили путешественников по высшему разряду. К крепости имелось 29 башен. Самая высокая башня называлась Большая Караульная. Город помнит не только татар и литовцев, но и, например, бои за Амцентск и 21 месяц оккупации. Основная масса войск советских находилась на этом берегу. Допустим, 34-й полк НКВД занимал позиции с артиллеристами, с десантниками на юго-западных окраинах Амцентска. Это получается вот здесь вот. Пешком путешественники из Орловской походной группировки прошли мимо Аллеи Славы и Вечного Огня, где снова вспомнили героев, сражавшихся за Амцентск. Первое имя, которое вы здесь видите, Власенко Николая Поликарповича. Именно здесь, в этом месте он совершил свой героический подвиг. Когда в окружение немцев, в тыл немцев попали наши реактивные установки «Катюша», и нужно было во что бы то ни стало уничтожить свою уникальную технику, чтобы она не досталась врагу. И вызвав огонь на себя, Николай Поликарпович Власенко расстреливает «Катюши» и погибает. Потом прогулка вдоль купеческих домов, по улицам и площадям, и мимо памятников и храмов. В 1826 году везли из Таганрога в Петербург тело императора Александра I. То в этом храме происходило отпевание. Несколько суток тело императора находилось здесь. Побывали даже в школе кружевниц. Еще один пункт на маршруте – музей местного отделения ДСАФ. Здесь узнаешь про оружие и форму русского солдата. И статический охват от войны 1812 года до войны афганской и чеченской. Великий русский поэт Иван Александров, он сказал так, был и под Мценском свой Сталинград. Поездка в Мценск закончилась в районном краеведческом музее. Но не закончилось желание походной группировки развивать внутренний туризм в регионе. Самостоятельно, без концепций, туристических кластеров и долгих чиновничьих заседаний, на которых про этот туризм только говорят. Сергей Быковский, телеканал «Первообластной», Наталья Коновалова, телеканал Мценск. Продолжение следует... ... ...